Альтернативная история Северного Причерноморья и Кавказа И с вами я, ее автор Олег Павлюченко Этим фильмом я продолжаю проект «История Великой Тартарии» И сегодня мы будем рассматривать события, происходящие в Российской империи и в Европе в первой половине XIX века Для реконструкции этих событий исторических я изучил огромное количество информации в интернете и прочитал массу литературы И как обычно я сделал свой аналитический анализ этих самых событий начала первой половины середины XIX века, приведших к новой планетарной катастрофе Но для начала я немного напомню события, которые мы рассматривали в предыдущей части проекта «История Великой Тартарии» В частности, эта серия у нас называлась «Россия против Европы» И по моей версии, которую я высказал в этой части проекта Россия после войны 1812 года, являвшаяся раньше неотъемлемой частью той самой Европы, начала свой собственный путь И этот путь совершенно не совпадал с тем путем, по которому пошли европейские государства А вернее, ядро европейских государств А почему же этот путь не совпадал? Да потому что Александр I, победив совместно с Австрией и Пруссией католический наполеоновский Евросоюз А Австрия с Пруссией это были протестанты, целью которых было ограничение монархии и приведение к власти буржуазии Так вот, Александр I не захотел ограничивать свою монархию буржуазным парламентом и начал вести свою игру Его отец Павел I, в отличие от бабушки Екатерины, которая была тоже фактически на стороне протестантского блока А Павел I был католиком, членом Мальтийского ордена и выступал за абсолютную монархию в России Так вот, Александр I с помощью протестантов, как мы уже говорили, с помощью закрытых клубов протестантских Фактически его сверг и должен был играть в протестантскую игру Но, захватив Европу, видимо почувствовав свою силу, Александр попытался выйти из-под протестантского влияния Но, как мы теперь понимаем, у него это не получилось И чтобы себя обезопасить, а главное обезопасить свою власть с опорой на дворянство, абсолютную монархию Ему пришлось выбрать для России собственный путь И именно Александр I и выбрал для России этот собственный путь А путь, как я уже говорил, заключался в абсолютной монархии с опорой на дворянство Тот класс, который полностью зависит от монархии И при этом не допустить к власти промышленников и капиталистов То есть управление государством Александр планировал проводить через все должности государственные, отданные именно дворянам И дворяне должны были входить в правительство И фактически власть принадлежала бы и промышленники, при этом и капиталисты К власти бы никакого отношения не имели А вот протестантская Европа шла совершенно другим путем Да, после многочисленных постнаполеоновских так называемых революций Целью которых было протестантское ограничение монархии и ведение парламентов Чисто из капиталистов и промышленников, то есть класса буржуазии зарождающегося Европейцы полностью опорный класс монархии и дворян исключили И дворяне в Европе остались только те, кто сросся с капиталистами И это мы хорошо знаем Католическая же модель подразумевала только абсолютную монархию с опорой на дворян И промышленники, и капиталисты, так же как в модели, которую выбрал для России Александр Были на вторых ролях Но вот из-за такого политического положения, сложившегося в Российской империи Александру, который бы и должен был выбрать путь его отца Павла католический Почему-то пришлось выбрать путь протестантский И теперь ему надо было как-то от этого избавиться Для сохранения своей абсолютной власти над страной Но еще раз скажу про протестантов Протестанты сами, как таковые, выросли не из монархии Это была чисто религия, созданная промышленниками и капиталистами А соответственно и идеология промышленников и капиталистов И в принципе монархии были им враждебны Протестантство создалось как противовес вот этому вот окатоличиванию Европы Когда дворяне во главе с монархами узурпировали полностью власть Тартарскую, бывшую выборную И загнали промышленников и капиталистов на какие-то вторые роли И начали видимо с них еще выкачивать средства для своего хорошего уровня жизни Но промышленники и капиталисты, как я уже говорил, создали свою религию в противовес католицизму А также в отличии от того же католицизма, где папа римский, монархи были на виду В протестантстве все руководители и идеологи были всегда в тени Потому что состояли опять же из тех же банкиров, капиталистов и буржуазии Я думаю в предыдущих сериях проекта «История Великой Тартарии» Я всем это объяснил достаточно понятно Кто-то может конечно со мной не согласиться Но все-таки я думаю в этом вопросе я совершенно прав Конечно же за выбранный собственный путь России Александр первый заплатил И заплатил он достаточно серьезную цену Во-первых ему пришлось оставить занятую им Европу От него я думаю отказались союзники, начались интриги А представьте после победы над Наполеоном во всех европейских столицах сидели русские генерал-губернаторы И как это было не удержать? Но Александр ушел из Европы, оставив ее напрямую протестантам Которые тут же начали революции в капиталистических странах Пограничивали монархии И фактически те же католические страны как Франция Впоследствии оказались такими же точно протестантскими как и они Только под флагом католицизма Но реально они уже были протестантские С ограниченной монархией и властью капитала Плюс в самой среде протестантов произошел раскол Англия с Голландией стала одним полюсом А Пруссия вторым И так на протяжении практически целого века Мы всегда видели спор Англии и Германии Но это совсем другая история А как я уже говорил в предыдущих сериях Протестантство управляется и регулируется через закрытые клубы Ну как мы знаем с вами есть английские масоны и есть немецкие масоны И еще раз повторюсь что постоянный спор между Англией и Францией И проходил через вот эти вот противоборства масонских лож Немецких розенкрейсеров и английских иллюминатов Но масонство это не орган управления Это еще раз вам повторю Организация похожая на нашу советскую коммунистическую партию Чтобы чего-то добиться ты должен просто быть членом партии Был в Советском Союзе Примерно вот такая роль масонства Так вот эти протестанты Бывшие союзники Александра Первого Которые помогли ему свергнуть его отца Либо заставили свергнуть И приняли его в этот тайный свой клуб Решили ему отомстить Александр ушел из Европы Закрылся в России Но те начали, как обычно, через пятую колонну О западнившихся дворян Готовить в России буржуазную революцию Мы эти события тоже с вами рассматривали В общем, итогом этих событий Стала мнимая смерть Александра Первого Или, как мы знаем, уход его на восток К третьей силе, в Тартарию В виде Федора Кузьмича И воцарение специально подготовленного Александром Николая Первого Как продолжателя его идей При этом прокатолический Константин Находящийся в Польше Был фактически от власти отодвинут Скорее всего, Александр Первый Процесс воцарения Николая Контролировал полностью И в этот же момент были разгромлены Силы пятой колонны Готовивших революцию в России Как мы знаем, это было восстание декабристов Мое личное мнение Решение Александра уйти в тень Скорее всего, связано с тем Что нужна была новая фигура Не связанная договором с протестантами В управлении Россией При этом Александр просто оставался в тени Скорее всего, дожил свой век В виде Федора Кузьмича достаточно долго При этом понимая, что он относится к царской семье А Николай был уже не связан Ни с кем, никакими договорами И Николай повел Россию по своему пути И путь этот был, по-моему, симбиоз Между властью абсолютного монарха и дворян И промышленного капитализма Ну, конечно же, и финансового Который в России зарождался свой Без особого участия западных капиталистов Которые тогда уже стали транснациональными И границы для европейских капиталистов Между европейскими государствами пропали Они занимались своей деятельностью практически по всей Европе Но в Россию их не пускали И в России начал появляться свой класс таких же капиталистов Но он был национальный Но все равно Система, выбранная Александром И устроенная фактически Николаем Была не жизнеспособна И как мы знаем При Николае началась бюрократия Началась коррупция А почему? Потому что чиновники состояли из дворян А дворяне многие были фактически Без земли, без деревень И жили фактически на одну зарплату Как и сегодняшние чиновники А управлять им приходилось капиталистами Капиталистами У которых были деньги Но все, кто имеет деньги Стремятся к власти И в любом случае В какой-то момент времени Даже национальным капиталистам Дворяне стали мешать И сдержать этот процесс Видимо было невозможно Потом, как мы знаем Многие капиталисты Нашли связи в Европе И фактически пятая колонна Начала формироваться уже из них Они стали финансировать народников Герценов Но сегодня, конечно же, не об этом Мы просто сделаем пометку в голове Что начались внутри России Революционные движения Течения Недовольства Одних другими И это было недовольство Не рабочих И не крестьян цилизмом А недовольство Управляющими ими дворянами Напомним немного Что делал вообще Николай По официальной истории Мы знаем, что он пришел к власти После восстания декапристов В 1825 году А вот в 1826 году Он фактически начал уже Это реформирование Установил такой же фактически Как и в Советском Союзе Железный занавес С Европой Но через тот железный занавес Николая все равно пробивались И капиталисты имели Транснациональные отношения Но об этом не сегодня В общем, Николай Закрыл Россию От идеологического влияния Европы С целью оградить ее От происходящих в Европе Капиталистических революций Постнаполеоновского времени А теперь, как мы знаем Из трудов Маркса Энгельса, Ленина Капитализм является Более прогрессивным строем Чем феодализм И капитализм Это строй протестантов А строй абсолютной монархии Дворян Как опорного класса Это феодализм И феодальные производства И мануфактуры Не могут сравниться С протестантскими корпорациями Трестами, артелями Фактически большими заводами Капитализм Он имеет целью Извлечения прибыли И постоянное укрепление производства Постоянный рост Рост, рост Всех показателей Ну как сейчас Рост ВВП Рост ВВП Привлечение новых рабочих сил Рост потребления Но вывод в том Что приход к власти протестантов В Европе Вызвал огромный промышленный бум Конечно же В противовес Европейскому промышленному буму В России тоже начался Промышленный бум Тридцатых годов Девятнадцатого века Но этот бум Российский Конечно же Отличался от Европейского Во-первых Он был основан На национальных Разработках Да и самих Капиталистах А во-вторых Скорее всего В российском промышленном Буме Принимала Непосредственное Участие Московская Тартария Московская Тартария Со столицей В Тобольске После катастрофы Семнадцатого Восемнадцатого веков Уничтожившие Большую часть Территории Тартарии Огромное количество Населения Центр Тартарии Из районов Охотского моря Чукотки Камбалу Городов Тендюка Могула Тартара Переместился Куда-то на Алтай И в Тибет Но В Тобольске Было такое государство Или держава Московская Тартария Которая скорее всего Непосредственно Подчинялась Новому Вот этому вот Алтайско-тибетскому Центру И в ней находился Свой царь Царь В Тобольске Но об этом Чуть позже Так вот Московская Тартария Сыграла Свою игру С Александром Первым Скорее всего Где-то его спасли От расправы Протестантов Ну Как мы понимаем Что Федор Кузьмич И доживал свое время На территории Тартарии А Федор Кузьмич Это и есть Беглый Александр Первый Так вот Московская Тартария Не очень многолюдная Но С остатками Технологий И знаний Смогла Каким-то образом Оторвать Российскую империю От Европы И начала Оказывать На нее влияние То есть Включила ее В сферу Своих интересов Фактически Видимо Как союзника А в дальнейшем По своему плану Реставрации Потерянных позиций Видимо Она должна была Полностью включить Российскую империю В состав Своих земель Так вот Скорее всего Эта московская Тартария И являлась Источником Русских технологий И именно Братья Черепановы Придумали паровоз Как мы знаем И первую дорогу Железную Построили в Нижнем Тагиле Только Нижний Тагил В тот момент Конца 18 века Не входил В состав Российской империи Это был Урал Это была чистая Тартария И первая железная Дорога Как будто бы Была построена Там А только Потом При Николае Ее построили Между Царским селом И Санкт-Петербургом Но это вторая Уже дорога была На территории Современной России Где-то корни Ситуации В том Московская Тартария В противовес Европы Начала вооружать Российскую империю Ведя ее В круг своих Интересов И кстати Технологический Уклад Запада И России Всегда отличался И это мы Очень хорошо Видели До развала СССР Пока не пришли Сюда Транснациональные Корпорации Со своими товарами И технологический Уклад России Был совершенно Другой На других Метрических Системах На других Принципах Но сегодня Он практически Вытеснен Западными Технологиями И остался Где-то только В вооружении И в исследованиях Космоса В космических Технологиях Но об этом Нужно делать Отдельный фильм Пока мы Просто это Констатируем Как факт Лучше Или хуже Был наш Технологический Уклад Западному Это вопрос Конечно Спорный Может быть Ширпотребе Мы и уступали А ширпотреб Он людям Всегда виднее Да у нас Были хуже Машины Магнитофоны Косметика И одежда Но В вооружении И космосе Мы всегда Конкурировали На шаг Впереди Их Просто Видимо Экономике В Советском Союзе Не хватало Уделить Нимание Ширпотребам Но опять Если бы Не помогали Голодающим В Африке Может быть И были у нас Машины И магнитофоны Как на Западе Но если бы Мы не помогали Опять же Тем же Голодающим Мы бы опять Бы не были Русскими Теперь Вернемся К Московской Тартарии Как вы поняли Столица Тартарии Московской Был город Тобольск И в нем Находился Какой-то Царь У нее Был правитель В Тобольске И это был Совершенно Не Николай I Я здесь Долго говорить Не буду За меня Это сказал Исследователь Сергей Игнатенко В своем Фильме Свидетельство Неизвестной Катастрофы В России В середине 19 века Посмотрите Отрывок Из него Понятно Все Я решил Провести Собственное Расследование И нашел Следующие Материалы В течение 1840-1843 Годов Из города Тобольск Поступают Указы От имени Его Императорского Величества Самодержа Всероссийского Вот эта Папочка Здесь 459 листов Вот Крупным планом Здесь Мы видим Подобные Приказы Указ Его Императорского Величества Самодержа Всероссийского Из Тобольского Губернского Управления Вот Обратная Сторона Мы видим Различные Подписи Вот еще Указ В основном Все указы Связаны С розыском Различных Людей Крестьян Дворян И так далее Вот еще Один указ Везде Одно и то же Подпись Указ Его Императорского Величества Официальное Нахождение Императора Николая Первого В Тобольске В это Время Ничего Неизвестно Возникает Вполне Закономерный Вопрос Или Император Всегда Находился В Тобольске Или Указы Исходили От другого Императора То есть Не от Николая Первого И еще Один образ С того времени Климат Был совсем Другой Не такой Совершенно Как сегодня Конечно же Не такой Как был До катастрофы 17-18 веков Но и не такой Какой стал После катастрофы Середины 19 века Было Конечно же Намного Теплее Чем сейчас И действительно На Соловках Еще делали Вино В Архангельской Области Выращивали Хлеб В лютые Зимы Судя по Одежде Из Эрмитажа Ходили В легких Бушлатах А территория Сибири Скорее всего Представляла Из себя Тот Образ Который Нам рисуют Картины Русских Художников Рисовавших Русские Пейзажи Особенно Села Потому И в Тобольском Крае Как мы видим Из фильма Сергея Игнатенко Жило больше Миллиона Человек Сейчас Нам столько Конечно Не живет Даже при уровне Современных Технологий То есть Тобольск Был Завершенно В другом Климатическом Поясе Также Мы знаем Про климат Что Давление Было В два раза Больше Это Вывод Очень многих Историков А если Давление Гораздо Больше То Соответственно Теплообмен В атмосфере Совершенно Другой Термодинамика Теплодинамика В более плотном Воздухе Удерживается Гораздо Больше Тепла И не было Такой Жесткой Смены Зимы И лета Хотя Ось земли Уже Была наклонена Конечно Не на 23 градуса Как сейчас К плоскости Эклиптики А где-то Порядка 20 И сам Северный полюс Был Уже Не там Где до Первого потопа 17-18 веков В Гренландии То есть Тогда он был Сейчас он был В том месте Который мы Три полюса Два потопа То есть После первой Катастрофы 17-18 веков Полюс Перескочил В промежуточное Место На поверхности Нашей планеты А вот После катастрофы Средины 19-го Он перескочил В современное Но это промежуточное Место От современного Места Практически Не отличалось По широте Всего лишь На 3 градуса А климат Был другой Именно Из-за плотности Атмосферы Теперь Что касается Технологического Уровня Уровня Межпотопного Времени Как я его называю То есть Того момента Времени От первой До второй Катастрофы От первого До второго Потопа То есть Между Концом 17-го Начало 18-го Века Моментом Первой Катастрофы И серединой 19-го Века Моментом Второй Катастрофы Так вот Технологический Уровень Был совершенно Не тем Который Нам сейчас Рисуют Конечно же И этот вопрос Опять Изучили Многие Альтернативные Историки И исследователи Вывод По их Изучениям И вывод По их Исследованиям Это Использование Атмосферного Электричества На других Принципах То есть Электричество Кругом Использовалось Но беспроводное И это Очень хорошо Видно На Вот этих Рисунках И то Оружие И форма Гусар Солдат Времени До Средины 19 века Практически Не позволяло Воевать В таком виде В полях С иполетами С ранцами Такими Красивыми Действительно Это вооружение У гусар Скорее всего Было Электромагнитным И самое Интересное Как вот На этих Картинах Использовалось Что-то Типа Телевизора И скорее всего Даже не телевизора А типа Интерактивного Телевидения Типа Скайпа Эти картины Мне прислали Мои зрители Кто-то Может сказать Что это Какой-то Фейк Но я Лично Так не Думаю Посмотрите Еще на Эти ряды Картин С фейерверками С какими-то Странными Машинами И именно Машинами Эти повозки Самодвижущие В них Никто Не запряжен Посмотрите На эти Корабли Со странными Мачтами Верхушками Мачт Как у Церквей То есть Корабли тоже Что-ли Были электрическими Конечно Непонятно Для чего У них был Парус Но Получается На матче Стоял Источник Электричества Конечно Этот межпотопный Технологический Уровень Цивилизации Остатки Прежнего И после Первой Катастрофы Было уничтожено Большое количество Промышленных Центров Может быть Серийный Выпуск В большом Количестве Всех Технических Изделий Очень сильно Сохранился Но все-таки Где-то Их выпускали Либо Использовали Оставшиеся С того Времени И самое Главное Что технологический Уровень Межпотопного Позволил Засадить Пески Якутии Полосами Новых деревьев И именно Новых хвойных Которых Скорее всего До Первой Катастрофы 17-18 веков Когда не было Смены зимы И лета Еще не было Были совершенно Другие виды Деревьев Тисы Самшиты Мы это Рассматривали С вами В своих Ранних Фильмах Самшитовая Катастрофа И других Наших Проектах Гибель Тартарии Так вот Скорее всего Были генетически Модифицированы Флора И фауна До потопного Времени И в межпотопный Период Мир Разрушенный Глобальной Катастрофой Восстанавливался С использованием Генетических Технологий Восстановление Флоры И фауны На планете Представляете Засадить Огромные Территории Песчаной Пустыни Со слоями Песка По 20 метров Совершенно Бесплодородного Слоя Новыми Деревьями Я думаю Даже сейчас Это невозможно А тогда Засадили Практически Весь Восток Евразии И еще Непонятный Вопрос По черноземам Но их Мы будем Рассматривать Отдельно Кто-то Восстановил Смытые Волнами Цунами Черноземы Кубани Центрального Черноземия Но этот Процесс Почему-то Вдруг Прекратился По моему Мнению Этот процесс Прекратился В первой Половине 19 века А продолжался Он где-то С середины 18 века То есть Примерно Через 50 лет После катастрофы Началось Восстановление Флоры И фауны И ландшафтов Но вдруг Он прервался В общем После Рассматриваемой Нами Сегодня Катастрофы Середины 19 века Технологический Уровень Упал И упал Он до Паровых Машин Еще Какое-то Конечно Время На фотографиях Конца 19 века Видны Какие-то Следы Оставшихся Технологий Типа Трамваев Без проводов Механизмов Оставшихся Но На начало 20 века Этого Практически Уже Не было Технологический Уровень Совершенно Пошел В другом Направлении И может быть Только сегодня Мы начали Подходить К тому Что было В межпотопный Вот этот Вот период Что касается Технологий Итак Что же Стало Причиной Катастрофы Середины 19 века По моему Мнению И мнению Многих Альтернативных Историков И исследователей Первичной Причиной Стала Опять Война И в этой Войне Использовались Заряды Средней Мощности Но Этими Зарядами Ядерными Конечно Накрывались Целые Территории И территории Эти были От Волги И опять До Дальнего Востока Это нам Хорошо Очень показал В своем Фильме Орбитальные Бомбардировки Алексей Кунгуров Самые Мощные Удары Были Видимо По Уралу По Западной Сибири По Северу Евразии В общем Там Где мы Видим Все их Следы В виде Круглых Озер Находящихся Друг Другу На небольшом Расстоянии Прям как Усеянные Горохом Опять Все как В фильме Алексея Кунгурова По Российской Империи То есть Как мы Поняли Удар Был Нанесен Фактически По территории Московской Тартарии И каких-то Областей Той же Тартарии С центром На Алтае И Тибете Но находящихся Также Восточной Сибири По территории Российской Империи Опять Наносились Удары Видимо По каким-то Объектам Инфраструктуру И промышленным Городам И вот Именно В середине 19 века И был Уничтожен Город Екатеринослав О котором Опять же Говорили Многие Альтернативные Историки Показывая Его карту Начало 19 века И середина 19 века И на всей Территории Города Находится Сейчас Большая Воронка А скорее всего Екатеринослав Был Столицей Вот этого Промышленного Центра Района Сегодняшнего Донбасса И центр Этот был Как раз Столилитейной Промышленности Остатки Этого Промышленного Центра Очень хорошо Показал Один из Исследователей В своем Фильме Ссылку На этот Фильм Мы оставим Под видео В общем Территория Возрождающейся Тартарии Опять Была Атакована Что же Случилось Дальше Снова Ядерными Ударами Был нарушен Механизм В одном Из двух Оставшихся Спутников Естественных Спутников Планеты Земля И спутник Предположительно Фата Это мы с вами Рассматривали В нашем Проекте Три полюса Два потопа Фильм Фата Начал Опять Приближаться К Земле Что же Могли Эти бомбардировки Нарушить На спутнике По моему мнению Что в Луне Что в Фате Что в Леле Ну Луна Это месяц В смысле Оставшийся сегодня Существует Какой-то Механизм И этот Механизм Удерживает Спутник На своей Орбите Вокруг Земли Не давая Ему Приближаться Понимаете Что Луна Вращается Вокруг Земли По Эллиптической Орбите И подходит В определенных Точках К Земле На минимальное Расстояние Где гравитация Очень сильно Действует Что Луны На Землю Что Земли На Луну Так представьте Какая гравитация От Луны Действует Вызывая Отливы И приливы А если На Луне Существовала Гидросфера Земля же Больше Представляете Какие отливы И приливы Вызывались На самой Луне Гораздо Больше Чем на Земле Приливы Отливы Это когда Как яйцо Оттягивается Гидросфера В направлении Притягивающего Объекта То есть силы Огромные Я это Нарисовал Как образ сил Действующих На оба Небесных Тела И то что Луна Начинает Удаляться Опять От Земли Вот это Вот и непонятно Многим ученым Да им Просто людям То есть по идее Получив такой Гравитационный Фактический удар При сближении По идее Луна уже не должна Уйти на далекое Расстояние Как рисуют А по спиралевидной Эллиптической орбите Она должна Постепенно Приближаться К земле Но в ней Включается Что-то Скорее всего Какой-то Внутренний Гироскоп Похожий На автомат Противодействия Качки На авианосцах И Круизных Кораблях То есть На круизных Кораблях И авианосцах Стоит огромный Гироскоп Большой Массы Который Направляет Момент силы Против Волн Которые Пытаются Раскачать Корабль Но таких Гироскопов Обычно Один Направляет Против Килевой Качки Другой Против Боковой Качки И Шторм 4-5 баллов А авианосец Или круизный Лайнер Идет Не шелохнувшись Вот что-то Такое же Работало Видимо Внутри Спутников Земли Естественных Ли Вопрос Теперь Так вот Бомбардировка Скорее всего Осуществлялась И по Этой Луне Фата И был нарушен Вот этот Механизм И Фата Потеряв управление Начала валиться На землю И вот Теперь Самый Интересный Вопрос Если В прошлом Потопе 17-18 Веков Мы Примерно Представляем Что воевала Метрополия С откалывающимся Западом То есть Обе стороны Находились В принципе На земле И какая-то Из сторон Находилась На леле Которую Тоже Сбили Тогда же То В катастрофе 19 века Противоборствующая Сторона Опять Возрождающейся Тартарии И опять На западе Так называемая Европа Вообще Не пострадала От бомбардировок А пострадала Только территория Тартарии Она была Разбомблена Но удар Наносился По фате Скорее всего Противоборствующая Тартарии Группа Находилась Именно на фате И она Осуществляла Вот эту Орбитальную Бомбардировку Которую Описал Алексей Кунгуров Это конечно Фантастично Звучит Если в первый раз Было как-то Если не учесть Даже лелю Если в ней Сомневаться Пусть упала Комета Пусть еще что-то Ну по крайней мере Земляны Земляне воевали С землянами А тут Какие-то силы В космосе Но другого Вывода нет Логика приводит Только к одному Если уничтожена Одна страна Кто ее уничтожил И где он находился Если учесть То что Тартария Должна была Ответить На агрессию Ну вот Вывод только один Последствия Судим по последствиям Падала именно Фата Но Фата Падала не так Как леля Лелю Разрушили На несколько Больших частей Которых мы с вами В нашем фильме Леля Три полюса Два потопа Проекта Три полюса Два потопа Насчитали Более пяти И разрушили ее Перед самым падением На эти большие куски Конечно же полетел и песок И пыль Но в основном Упали большие куски А вот Фату По моему предположению Разрушили Еще только в начальной Стадии ее Схода с орбиты И на месте Фаты На ее орбите Вокруг Земли Начало вращаться Облако И достаточно большое Это облако Состояло Из Множества Мелких Частей Камней Песка Пыли И каких-то Более больших Частей По крайней мере На поверхности Планеты Земля Мы нашли Один большой След от падения Фата Опять наш проект Реполюса Два потопа Фильм Фата Это то что Образовало пустыню Токламакан Упал этот кусок Как ни странно Опять в центр Цивилизации Тартарии Как те куски Отлели Упали Уничтожив Практически Все Тихоокеанское Побережье Где находилась Столица И видимо Область Самого большого Развития То теперь Почему-то Они упали В Тибет И скорее всего Именно туда Где находился Новый центр Но этот след Все таки один Есть еще там Пару следов От небольших частей Которые образовали Озеро Виктория В Африке Примерно В районе Орбиты Которую мы с вами Опять же установили Есть какой-то след В Красном море В Анголе Но уже в океане Но основное Что случилось При падении Ифаты Это песок Мелкая фракция Скорее всего При падении Больших частей Которые мы только С вами описали Выпало очень большое Количество песка От разрушенных Пород спутника И они же И засыпали Северную Африку И Аравию С Ближним Востоком И только тогда Эти пустыни Образовались И под этим песком Погребены Возрождающиеся Североафриканские Города Леса Реки И это случилось Теперь нам понятно Только в середине 19 века Конечно же К этому песку Еще в атмосферу земли Попало огромное количество Пыли И начались Пыльные бури Но Что самое интересное Случилось В отличии от падения Илели Вот это вот Облако Разрушенной фаты Падало на поверхность Земли Целых 3 года Скорее всего Упали сначала Эти большие куски С большим количеством Песка Засыпавшие Все эти территории Но на орбите Еще продолжали Вращаться Огромные массы Превращенные в пыль И опять же Тут песок И камни И среди этих Частиц Были еще частицы Воды От гидросферы Фаты Составлен в Санкт-Петербурге В 1858 году Здесь на странице 472 Мы можем найти Следующий текст 1844 Неурожай Неурожай за исключением Девяти губерний Воронежской Ковенской Минской Курлянской Эстланской Кавказской Иркутской Тобольской Пермской Во всех губерниях России 1845 год Неурожай в губерниях Грузино-Эмеретинской Киевской Ковенской Казанской Саратовской Нижегородской Пензенской Подольской Черниговской Тамбовской Симбирской Калужской Воронежской Екатеринославской Тульской Костромской Тверской Ярославской Полтавской Вродненской Могилевской Курской Санкт-Петербургской Московской Волынской Владимирской Орловской Псковской Таврической Пермской Вятской Вологодской И Витебской 1846 год Неурожай в губерниях Бессарабинской Харьковской Воронежской Саратовской Оренбургской В южных частях Тобольской Енисейской На странице 476 Указаны причины неурожая Так, крупным планом В 1843 году Начиная с мая месяца По август Исключительно было 326 градобитий В 250 уездах разных куберний Само собой разумеется, что град этот, погубив в одном месте всходы хлебов Повредил произостание уцелевших в другом, уничтожил в третьем хлеба Сохранившиеся в начале и середине всего несчастья Подобное же несчастье случилось и в 1844 году 215 градобитий уничтожили всходы, посевы и саму солому хлебов В пространстве 181 тысячи десятин 1845 год ознавелался также градобитием Бывшим в 34 губерниях И истребившим в течение мая, июня, июля и августа Почти все произраставшие злаки и растения в пространстве 118 тысячи десятин В 1851 году градобитие в 16 губерниях Пространство 40 тысяч десятин Засланное хлебом Обратили в бесплотную пустыню Честно сказать, мне очень сложно представить град, который идет в течение 4 месяцев Очевидно, что тот, кто записывал, не знал, как назвать этот процесс Поэтому назвал градобитием Может быть, этот процесс имел нечто общее с падением, скажем, камней с неба Вот вам документальное подтверждение последствий этой войны Судя по описанию, град уничтожил в некоторых местах сходы хлебов В некоторых местах уже выросшие хлеба От этого можно сделать вывод, что прошла одна большая волна, но эта волна шла медленно То есть град шел, как он говорит, не градобой, а камнебой Падали камни, уничтожая урожаи 1843, 44, 45, 46 год То есть практически 3 или 4 года Представьте пыльные бури, которые происходили в тот же момент на планете При этом падении А куски льда, попадая в верхние слои атмосферы А вращались, конечно же, не на огромной скорости Проходя через эти верхние плотные слои атмосферы, они разогревались и превращались в воду И вот постоянная смесь дождя, падающих камней, пыли И так продолжалось значительный период времени То есть урожаев не было, есть было нечего Но есть было нечего в Европе на русской равнине В Северной Африке и Ближнем Востоке есть было уже некому Они все лежали под толщей песка Как мы уже не раз с вами говорили Вот эта вот пыль, смоченная дождем, постоянными этими ливнями О их происхождении я вам только что рассказал Выпадала на землю порядка 3-4 лет Вот вам и объяснение Что это были не сели, не потоп А пыль, прибитая ливнями, покрывала как горные местности, так и низменности С горных местностей, конечно же, образовывались сели И часть породы, вот этой так называемой глины, засыпавшей первые этажи Переносилась в низины Но и на вершинах она осталась Вот объяснение процессу Что же происходило Что это за глина, засыпавшая первые этажи А глина это пыль, образовавшаяся от взрыва спутника фата Смоченная той же гидросферой, этой же фаты Выпавшей в виде дождей А песок Сахары, это опять те же, более тяжелые, чем пыль, частицы пород разрушенной фаты Как и те же пески, которые засыпали Якутию при падении лели Единственное, что скажу, что в этом песке есть различия Пока это предположение, посмотрите на Австралию Там красный песок Туда, как мы уже говорили в нашем фильме из цикла Триполюса, два потопа леля Упал один из больших кусков лели И посмотрите, там растительность, в отличие от Якутии, не восстановлена А песок там красный А вот песок Сахары, Ближнего Востока, желтый Может, действительно, в этом и разница Между составами фаты и лели В общем, при этой катастрофе середины 19 века Европа и Россия пострадала менее всех остальных Конечно же, сильно Были неурожаи, голод, пыльные бури Погибло же, конечно же, большое количество населения И в таких вот условиях катастрофы, которые мы описали Погибла большая часть сельского населения В городах еще как-то выжили, когда здания большие на верхних этажах А вот сельское население, конечно же, пострадало, скорее всего, больше всех Потому мы и видим во второй половине 19 века Огромную убогость сельского быта в России А Европа, наверное, пострадала наименее Особенно Англия Почему, пока непонятно Песок летел, видимо, везде с пылью Но там как-то вот последствия меньше Либо мы о них не знаем При таких вот условиях, скорее всего, погибло более половины населения Областей Европы и Русской равнины Но пока это только гипотеза Климатически мы знаем, конечно же, что, видимо, опять большими взрывами на Земле Огромным количеством части атмосферы была выброшена опять в космос безвозвратно И давление упало в два раза То есть климат изменился, стало холодно И больше уже не делали вино на Соловках А в Архангельской области забросили пшеничные поля И там теперь росли уже только карликовые деревья Видимо, тогда же и погибли остатки мамонтов и зубров Той эндемической, полиэндемической флоры, фауны Которая оставалась на планете после первого потопа Так что большое спасибо Сергею Унатенко Он в нашем исследовании фактически назвал точное время катастрофы Это 1843-1846 год Вернее, не время катастрофы Началась она, конечно же, раньше Но это ее был апогей Война, скорее всего, началась в 1841 году И до катастрофы, в принципе, было еще два года Видимо, опять война началась первоначально С использованием обычных вооружений Которые опять в горячей фазе переросли в применение ядерного оружия Почему же я так считаю? Здесь я отвечу тезисно 1840 год Это апогей противостояния Англии и России Пруссия с Австрией еще вроде бы как союзники Раскол между протестантами как раз Англии и Пруссии То есть Германией Но основной целью Англии, скорее всего, была Россия Как и у Наполеона земли Тартарии И такое впечатление складывается, что за Англией, что за Россией Стояли свои третьи силы, покровители Но за Россией теперь мы представляем, кто стоял в Московской Тартарии А за Англией пока непонятно Может быть те, как мы с вами установили только что, кто находился на Фате А может быть они находились еще и на месяце Но это пока что только грубые гипотезы Но вернемся к реальным историческим событиям То есть 1840 год был разрыв Ункар-Искилийского договора То есть это был полный разрыв России с Британией и ее союзницей Франции То есть Англия добилась цели французской революции Она все-таки подчинила себе Францию Хотя вроде как католическую Но все, видимо, во Франции уже принадлежало англичанам И еще очень интересное событие произошло после этого разрыва Но уже инициатором этого была Россия на своих западных территориях А был запрет Николая I самоназваний Литвы и Беларуси И ведения русского права в этих западных областях То есть реакция Николая была усилением западных рубежей Российской империи В общем, до 1841 года учебник истории очень насыщен Приход в власти в Англии королевы Виктории Захват той же Англии и Новой Зеландии Политический накал между Россией Начинается фактически предвоедная ситуация в мире В России начинают действовать опять пятая колонна в виде народников В общем, события, события, события Смотришь, каждый месяц происходило какое-то знаковое политическое событие И все они указывали на напряжение конфликта между Россией и Англией И это международное напряжение, сложившееся, должно было чем-то разрешиться Либо войной В общем, перед 1841 годом, что происходило, наверное, вы поняли Образ я попытался нарисовать И эта предвоенная обстановка Международная напряженность Внутреннее противоречие в России Однозначно должны были чем-то разрешиться Но они не разрешились И с 1841 по 1849 год В истории мы ничего не видим официальной Какие-то юридические поправки В общем, какая-то рутина Не видно разрешения Официальные историки разрешение видят в русско-турецкой войне Войне Франции и Англии на стороне Турции Битва за Севастополь Но это далеко не так Дырка в истории с 1841 по 1849 год И дырка фактически полная Что в истории Англии Что в истории Российской империи Что всей Европы Как будто бы ничего не было Все силы были накоплены И тут провал Тишина Хотя уже были разорваны дипломатические отношения с Англией и Францией Но все равно тишина И как мы уже говорили с вами Мирр Штлёцер и Байер в конце 18 века Полностью исправили историю хронологию до Екатерины А после Екатерины хронология шла уже реально А вот поздние реформаторы истории второй половины 19 века Они хронологию трогать не стали Они просто изъяли события А в те временные рамки ставили что-то другое Вот как мы и видим С 1841 по 1849 год ставили какую-то рутину Убрав основное событие Глобальную катастрофу, опять изменившую мир Но все равно в этой рутине от изъятых событий Как шило из кармана Просматриваются реалии того времени Приводятся такие документы Министерства внутренних дел Российской империи В которых учит народ делать суррогаты Взамен муки Причем из коры деревьев С чего бы это? Но Министерство внутренних дел того времени Это не то, которое сегодня Которому подчиняется только милиция Тогда Министерство внутренних дел ему подчиняли все министерства Кроме Министерства иностранных дел Это было Министерство труда, налогов и сборов Ну это по-современному Промылишленности В общем вы примерно поняли В стране большой голод Из коры делают муку 1845 год в истории Ирландии Был такой массовый голод И тогда же началась массовая миграция Ирландцев в Америку А как мы знаем из истории США Ирландцы были чуть ли не первыми мигрантами из Европы Почему ирландцы? Ну видимо было на чем пересечь океан Происходит какая-то череда странных восстаний Вроде маленьких, локальных, крестьянских И восстания везде Восстания в Турции, в Грузии, в Силезии Восстания в Кракове И еще многое-многое другое Но опять в 1849 году происходит насыщение исторических событий Но это уже описываются послевоенные, послекатастрофные разделы мира И раздел происходит как ни странно между Англией и Российской империей Российская империя только мирно, практически мирно Присоединяет в себе территории разрушенной Тартарии Среднюю Азию, Хиву Да присоединяет Кавказ Идет на Дальний Восток А вот Англия устраивает кругом войны Англобургская война Война в Индии Но самое интересное С того времени, вторая половина 19 века Это век Великобритании во всем мире То есть она выходит на лидирующие мировые позиции И все через войну Она присоединяет силой все Утратившие управление области Ранее подчинявшиеся Тартарии И самое главное Это захват так называемой Индии 1849 год Захват Сикского государства Как кроваво он происходил Мы все знаем из истории Но самый интересный факт Это роман Жюля Верна «20 тысяч лье под водой» У капитана Немо Интересная подводная лодка Фактически автономная По описанию похожа на атомную А вообще сказка ли это или нет Может это совершенно не научная фантастика И государство Индия действительно обладало Какими-то докатастрофными технологиями И по Индии это хорошо и видно Когда сейчас индусы Кидают мусор и ходят по набережным Сжигая своих покойников По каким-то очень странным Достаточно современным городам С набережными С лестницами Гангу Но все это находится в какой-то помойке А вот остатки самих сооружений Очень интересны Что было уничтожено англичанами в Индии Какая цивилизация Также мы знаем Что англичане сделали с Японией Фактически они ее подчинили Но мы не будем даваться как Знаем что уничтожили самураев Остатки тартарских войск То же самое они сделали в Турции Он уничтожил Янарчар А Турция скорее всего Была реальным союзником Российской империи Так как Российская империя Уже входила в блок с тартарии А Турция Османская империя Так называемая Турция она как раз тогда же и стала Но сейчас к этому и вернемся То есть Османская империя Как мы ранее с вами рассматривали в фильме Пазлы Великой Тартарии После подавления мятежа В этой губернии Там было введено военное управление И так называемая Византия Стала Османской империей То есть Османы это атаманы Это войска Которые фактически Убрав местную власть Правили этой территорией И были всегда Про тартарскими Про имперскими И еще очень интересно До 1841 года Россия имела Священный союз С Пруссией и Австрией Исторический священный союз Но вдруг в 1849 году Этого союза уже нет И Пруссия с Австрией Уже не союзники И Россия же в 1849 году Направляет войска на эти территории Австрии и Венгрии Видимо пытались вернуть власть Свергнутым англичанам Союзным правителем Также в 1851 году Как я уже говорил Вместо Османской империи Начинает фигурировать Название Турция И почему-то Российская империя Требует ее раздела В Турции идет Резня Янычар Янычары это Османские дворяне Высший слой Османского общества И в Турции Скорее всего Раскол И гражданская война Россия требует разделить Чтобы как-то спасти Протартарски настроенных Османов Но Россия это уже Сделать не дали Скорее всего Янычар уже добили И Турция Становится полным Союзником Англии и Франции И как мы теперь знаем Через нее Начинается война Турцию втягивают В войну Против Российской империи И нападает она В 1853 году В 1854 году Бывшие союзники Пруссия с Австрией Организуют Союз против Российской империи Уже против Ну здесь все понятно Скорее всего Там поменяли Руководство Этих союзнических государств В том же 1854 году Флот Англии и Франции Объединенный Почему-то нападает На Соловецкие острова На Петропавловск-Камчатский Но это видимо Только верхушка Айсберга Что же реально Происходило Хотя В принципе Скрывать уже дальше Было нечего Шел просто раздел Но Заметим У власти Еще Николай Первый Англия Почему-то Начинает требовать От России Отдать За Дунайские Княжества Вот какие только Скорее всего Это Сербия Венгрия Видимо Румыния с Болгарией Что же там происходит Но опять же Николай Первый Еще живой И умирает Николай В 1855 году И тут Начинается Разрядка Напряженности Пришедший к власти Александр Второй Видимо Порешал вопросы С Англией В общем Александр Закрепил За Российской империей Только то Что успел Занять Николай Первый И отдал Англии Фактически Все оставшиеся Территории мира Вот она Истинная роль Царя-освободителя Александра Второго В русской истории Демократ такой был Крепостное право Отменял Но с этим Надо отдельно Разбираться В общем Александр Второй Договорился с Англией Уступив им Все что мог А Англия Получив Карл Бланш Начала Экспансию Во всем мире Став самой богатой Влиятельной Страной А Российская империя При Александре Втором Погрузилась Во внутренние разборки Западников И славянофилов И в этом духе Ну как мы знаем Кто такие западники Это представители Либерально настроенной Буржуазии А славянофилы Это скорее всего Представители Вот это вот Общинного Православия Только православия Ведического Скорее всего Того православия Которое сегодня Еще не было И мы это хорошо Видим Из опять же Официальной истории Когда Николай же Первый Вел Льготы Для Представителей Православного Христианства А все остальные Должны были Платить налоги Ну я вкратце Это рассказываю А потом они Начали считать Что же происходит И вот вывод С чего этого Подсчета был Что 95% Населения России Российской империи Но это было Еще в 30-е годы 19 века Являются Беспоповцами То есть Скорее всего Под беспоповцами И кроется Старое Православие Ведическое А записались Они В новую веру Чтоб не платить налоги И опять сейчас Очень много Течений Кооператоров Различных Которые Возрождают Те Капиталистические Или хозяйственные Взаимоотношения Которые Существовали В общинной Руси Скорее всего Это был такой же Строй Как и в Тартарии Который Был фактически Кооперативным И эти кооперативы Пережили даже Октябрьскую Революцию Сохранившись До 90-х годов Это потреб Кооперация То есть Наша Общинность Конечно же Славянофилы Еще выступали Из-за сословности Но сословность Это в принципе По моему мнению Спасение нации В любой нации Должны быть Те кто копает Ямы И те кто Управляет Государством Чтобы не приглашать Гастарбайтеров В своей национальности Должны быть И те кто Внизу Это их путь Наверх Как они будут Становиться Из чернорабочих Инженерами Но он необходим Иначе чернорабочими У вас будут Представители Других народов Но они тоже Будут стремиться Стать инженерами Только вам Место не останется И это сейчас Хорошо видно По Европе Работать некому Все хорошо живут Но их подпирают Через сколько Не останется Европейцев Но самое страшное Что те кто Займет Европу Повторят тот же путь Только через Несколько поколений А вот эта вот Сословная структура Позволяла Сохранять государство В равновесии Плюс общинность Плюс Какие-то другие Механизмы О которых мы Сейчас только догадываемся В общем Спор западников Со славянофилами Актуален И до сегодняшнего дня Но при Александре Втором Скорее всего Западники Победили Они заняли Все руководящие Должности В науке В культуре В искусстве И скорее всего В правительстве Потому мы сейчас И имеем с вами Всякие Различные версии Поляков Но это мы Расскажем отдельно О каком-то Монголо-татарском Иге Арабской сущности России И это плод Как раз таки Александра Второго Его деятельности Ну Его же И снесли Он дал чуть-чуть воли Расслабил народ Что скрывалось Под крепостным правом Реально Отмененным Им же Александром В 1861 году Пока непонятно Мы этот вопрос И следуем Есть наметки Но скорее всего Это не то Что мы все с вами Представляли раньше Из школьного курса А Николай Первый В отличке от Александра Держал строгую политику Не давал он Всяким Западникам Занимать Никаких Должностей И гнал он Всех этих Народников Герценов За границу Но это Герценов За границу Остальных На каторгу И в то Что сделал Александр Второй Либо он Смолодушничал А может быть Был поставлен В такие условия Что Могло это вызвать Повторную войну И бомбардировку Уже России Об этом Сейчас сказать Очень тяжело Мы же не знаем Действительно Почему Горбачев Развалил Советский Союз Может тоже Чего-то испугался Но об этом Мы можем Только догадываться Историческая роль Александра Второго Становится В принципе Более понятной И понятно Главное то Что его действия В оконцовке И привели Великой Октябрьской Социалистической Революции И была она Первично Конечно же Буржуазной Временное правительство Появилось На месте Власти Князей Царей И других Представителей Дворянства Конечно же Во временном правительстве Тоже были дворяне Но они уже были Опять же Слившиеся с капитализмом Как князь Львов И другие Но основным Действием Временного правительства Это было Разрушение Сословной системы Что там Произошло дальше Сейчас тяжело сказать Почему к власти Пришли большевики Но это Я думаю Мы с вами Когда-нибудь Разберемся Или вы разберетесь Сами Или у вас Будут свои Какие-то мысли Пока в этом Мне разобраться Очень тяжело Огромное количество Противоречивой информации И еще Один Основной Вывод Из сегодняшнего Фильма Россия Стала Правоприемницей Тартарии Что такое Правоприемственность Это вопрос Очень глубокий Но Самое главное Россия Хранитель Традиции Тартарии А еще И хранитель Территории Тартарии Все оставшиеся В живых Тартары Стали тогда Гражданами Российской империи И на тот момент Это как раз таки Все сибиряки Те стеки Которые им рассказывают Что они туда пришли Сирмаком Это местное Население Оставшееся И от русов Оно не отличалось Ничем Все это очень хорошо Рассказал Андрей Кадыкчанский Русь Это была Одна из территорий Тартарии Как область Московская И Тверская Тартария Центральный Свой район Имела От Волги До Тихоокеанского Побережья А Русь В первичный момент Организации Тартарии Как глобального Государства Включала в себя Практически Территории Малой Азии Ближнего Востока Русской равнины И в Европе Скорее всего До линии Гамбург-Венеция Вот линии Разделения Поклесов Р1 А1 И Р1 Б Европа была уже Какой-то другой Частью эрбинов А вот Русь Это и есть Вот это вот Огромная территория Потом от нее В процессе Различных движений Отделилась Так называемая Византия Став Потом Атаманская империя Потом Турция Как-то делился Ближний Восток Но это опять Вопросы Следующих исследований Пока что Вы все поняли Что Тартария Фактически Не погибла Я Недавно Снял беседу С Андреем Кадыгчанским По вопросу Правоприемственности Тартарии И вообще Смысла Самого Понятия Тартарии Как вброса Как многие И сейчас говорят Что Тартарию Бросили для отделения Сибири Но совсем не так Там конечно Плохое качество звука Но кто сможет Посмотрите Этот ролик Мы попробуем С Кадыгчанским Продолжить Эти исследования И ответы на вопросы Касающиеся Тартарии В общем Факт один Сегодняшняя Россия А до того Российская империя Прямая Правоприемственница Тартарии Получившая Все Сегодняшние Территории Без Какой-либо Войны Или захвата Путем Добровольного Присоединения И постоянного Холения Лиления И поддержки Этих народов Которые Вошли в ее состав Тех же народов Которые и были До этого В Тартарии Но основной Костяк Населения Тартарии Сегодня Нам известен Как Остяки Те же славяне Не отличающиеся Не отличающиеся От русов Но на сегодня Все До свидания Подписывайтесь На наш канал Ставьте лайки Ждем ваших комментариев С вами был Олег Павлюченко Субтитры создавал DimaTorzok